всем привет вы на канале цветочное счастье и сегодня решила снять небольшой ролик о том как я укореняю абсолютно все черенки цветущих декоративно-лиственных растений не используя корневин и другого корня образования абсолютно здесь никакого секрета нет черенок у вас прекрасно укорениться если вы его будете срезать с маточного куста который находится у вас в стадии роста и вегетации это касается как петуний фуксий бальзаминов ну и вообще многих других растений здесь важно соблюдать несколько условий чтобы черенок был молоденький да не старый вот например как если взять питунью а помимо того что он даст корни на 5 7 день здесь все зависит от сорта но и будет прекрасно расти развиваться и радовать нас то же самое касается и фуксий несмотря на то что черенок цветет да конечно я сегодня буду делать перевалку этим растения в больший объем все это я удалю но ему ничего не помешало вот за 10 дней нарастить укорениться и нарастить уже вот такие корешки опять же все зависит от сорта но в общем самое важное чтобы наши растения росло и мы тогда получим вот прям качественный посадочный материал то есть когда растение растет вегетирует мы же его подкармливаем в черенке заложено все то что даст быстрое корнеобразование ну по научному я не знаю как это объяснить объясняю простыми словами но я думаю вы понимаете о чем я говорю почему не использую корневин но был у меня такой печальный опыт как говорится первый и последний раз я когда только только начала изучать вопрос черенкования поставила ну такую прям достаточно большую партию черенков на укоренение как обычно до опудрила поместила в грунт ну и на следующий день один за другим у меня черенки стали погибать когда я перечеренковала второй раз но опять же срезала новые черенки поставила на укоренение без корневина у меня был стопроцентный результат после этого я стала черенковать не используя никаких стимуляторов роста и с опытом у меня пришло теперь уже точно убеждение что важно какой посадочный материал мы берем на черенкование также залогом успешного черенкования и стопроцентного укоренения будет как мы готовим наши маточные кусты помимо того чтобы они были в стадии роста и развития тоже надо позаботиться о том чтобы кусты были здоровые без наличия вредителей и тогда все будет прекрасно укореняться то что вы сейчас видите это что я ранее показывала в своих видео я абсолютно все укореняю без корневина ну прекрасно все укореняется здесь конечно тоже очень важно позаботиться какой грунт мы выбираем для черенкования как у как мы его готовим а какой еще субстрат мы мы выбираем тоже очень важно напомню что грунт должен быть легким рыхлым и воздушным я говорю что вообще я все выращиваю на торфе аграбалт верховой нейтрализованной в синей упаковке для укоренения я иногда добавляю агро перлит но иногда могу укоренять без него здесь конечно тоже важно определить когда мы поливаем емкость для укоренения но зачастую это 100 граммовый стаканчик ну вот у меня степень влажности грунта если грунт сильно намочить и поместить туда черенок естественно он загниет а если найти вот эту степень влажности чтобы черенку было комфортно он не терял тургор при этом естественно создать тепличные условия тогда он быстро быстро пустит корешки и дальше начнет свой рост и развитие дорогие друзья я ни в коем случае не говорю о том что не призываю вас укоренять без корневина я просто рассказываю свой опыт очень много вопросов на канале когда я показываю видео как я например укореняю пеларгонии там дихондры бегонии ну вообще просто вот о всех растениях а почему вы не пользу не показываете каким пользуетесь корневином и когда я говорю что я его не использую но для многих это непонятно и но есть такие люди которые не верят но в принципе мне важен только мой результат и я вот вам показываю естественно свой опыт вот дихондра серебристая которую мы видели с вами сегодня в цветочной мастерской и изначально укореняю в агро перлите букетным способом нет дренажных отверстий тоже есть подробные видео как я это делаю как только здесь увидим наличие корешков я делаю перевалку уже в больший объем где дихондра продолжает свой рост и развитие вот на примере плющелесных пеларгони тоже сейчас подготовила уже эти растения к перевалке они прекрасно укоренились здесь у меня тоже субстрат виде агро перлита вот такое уже наличие корней и я вижу что черенок пошел в рост и заложил бутон естественно буду делать пересадку тоже об этом способе рассказывала нет дренажных отверстий рассказывала подробно как увлажнять агро перлит и вот здесь вообще нет никакого загнивания а ну есть блогеры которые укореняя в агро перлите да также черенок макают в корневин у них тоже хороший результат ну в общем я доношу только свою информацию и свой опыт также если черенок укореняю в торфе вот здесь тот же ограбал с добавлением агро перлита вот пожалуйста и в торфе прекрасно тоже можно укоренить но опять же повторю изначально важно какой черенок мы возьмем как мы увлажним грунт и вот естественно получим тоже вот стопроцентное укоренение вот сколько поставила все укоренилось и сегодня буду делать пересадку взять бегонии вот бегонии тоже кому-то создают тепличные условия я последнее время в очеренке бегонии ну там необходимые из какого-то растения срезала поставила и вот сейчас также стоит у меня на стеллаже но пока просто вот временно переставила потому что готовлю растения которые будут пересаживать соответственно да верну потом на стеллаж под лампу вот еще раз повторю что очень важно правильно увлажнить грунт вот поймать вот этот уровень влажности чтобы черенок видите он и тургор не теряет и казалось бы тепличка ему не нужна и все в порядке в общем когда я снимаю видео о черенковании каждого вида я вот показываю как я готовлю грунт либо субстрат для укоренения черенков так еще хотела вам показать также вот молоденькие черенки вот у меня укоренились калибрахуа тоже обратите внимание что вот есть корни видите уже хорошие видны корешки и опять же ничего абсолютно не мешает то что черенок зацвел когда я срезала они были маленькие срезала тоже с вот таких маточных кустиков вот они сейчас перед вами получается что у меня идет и формировка и в то же время я взяла посадочный материал вот прекрасные черенки молоденькие кустик себя чувствует хорошо естественно мы получим хороший результат я вчера только сняла тепличку и вот скоро буду тоже делать перевалку черенок зацвел когда я укореняла просто технически не было возможным срезать вот эти маленькие бутончики но и опять же еще раз повторю что ничего абсолютно не помешало укорениться здесь то же самое вот также калибрахуа также вот черенок бетоне серии фанфара которую я вот вам показывала в маточном кусте и в черенках которые подготовила на перевалку так что все это возможно просто желательно обратить внимание вот так же портулак вот варигатный тоже череночек но я недавно вытащила его из теплички обратить внимание на условия содержания наших черенков как мы готовим черенки да и дальше их содержим то есть то есть но это все абсолютно важно так как сейчас очень много знаю черенкуют питоне выращивают сначала маточные кустики потом срезаю черенки и ставят на укоренение я много раз показывала вот этот способ который не требует к себе большого внимания на дно контейнера насыпается агро перлит а есть подробное видео он естественно увлажнен расставляются черенки тех растений которые мы хотим укоренить но вот на данный момент здесь не так давно я ставила вот тоже черенки калибрахуа петуний а вот естественно накрывается крышкой создаются влажные условия но вот этот способ подразумевает под собой не проветривать наши черенки то есть в этом контейнере есть вот такие микро отверстия я их не делала специально они были в контейнере я как-то попробовала один раз такой способ мне понравилось но я знаю что многие тоже сделали так же как и я вот как я показывала ну просто целенаправленно сделали такие маленькие дырочки в контейнере и получается также хороший результат то есть не надо каждый день проветривать убирать конденсат обратите внимание что его практически нет на крышке ничего не капает на черенки но при этом черенок в турго редаль он абсолютно не вянет вот что касается колиусов здесь вообще не так давно попался мне ролик что показывают как колиус опудривая черенок колиуса опудривает в корневине и укореняют но для меня это по меньшей степени было странно потому что уж колиус его даже если срезать черенок поместить просто во влажный пакет он это укоренится но вообще не вижу смысла вот такие растения опудривать там что-то выдумывать он прекрасно укореняется как в воде повторюсь вот просто в пакете многие отправляют колиусы срезами и пока доходят до растения если благоприятные условия при пересылке то они уже там пускают корешки ну я укореняю в грунте тоже вам много снимала видео по этому поводу так что дорогие друзья просто обращаем внимание на качестве на качество посадочного материала и на условия содержания для наших черенков ну вот такое видео на сегодняшний день если интересно оставайтесь на канале подписывайтесь а я прощаюсь до новых встреч всем пока пока